Россия это тот удивительный зоопарк, где гиены рассаживают людей по клеткам, а страусы работают ветеринарами. Это абсолютно точно, потому что это я про призыв Жириновского арестовать меня как главную угрозу для государства, поскольку именно мой язык должен прикончить Россию. Не забывайте, что все мы обязаны каждую секунду быть готовыми к аресту. Мы к этому уже привыкли, свыклись, сжились, приняли все меры, с этим все нормально. Но вообще не забывайте, что все абсолютно политики начали свои брачные игры с избирателем, наступил этот период, а брачная игра политических животных, она предполагает очень много разных и экзотических выходок, и экзотических реплик. Он вообще добрый дядька, но у него, как и у всякого политика, очень большой хвост маразма, павлиний, который он умеет распускать. Вот он есть почти у всех, но у Жирика он отличается и цветом, и переливчатостью. Он, конечно, под солнцем думы несколько выцвел за эти все годы, но я думаю, что на один срок его соблазнительности хватит. И главное, что на любой политический товар, на любое политическое заявление в России найдется свой потребитель и на призывы арестовать меня, на призывы, например, уничтожить, наконец, Германию. Вот тому же самому Жирику можно залечь опять в джакузи с розовыми и гибкими мальчиками. И тоже найдется референтная группа, которая будет в полном восторге, и каждый представитель этой группы начнет судорожно, то, что называется, теребенькать свой бюллетень. Обязательно. Они все находятся в таком измененном состоянии сознания, политике, но на них вообще все действует. И, как мы понимаем, по всем психушкам очень трудно найти больных, которые бы не мечтали расправиться с врачами и санитарами, потому что есть диагнозы, при которых каждый укол, каждая клизма воспринимается как личное оскорбление больным. С этим тоже ничего не поделаешь. И вот всю эту симптоматику мы наблюдаем у доброго, но забавного Жирика. Ничего страшного, потому что вот эти все папки с орлами на доклад, дешевые сосиски в столовой, мигалки, они все вводят их в заблуждение и заставляют начинать верить в себя, как в вершителей судеб. Они дают им ощущение своей полной небесности.